Однажды погаснут все звезды, испарятся черные дыры, а само время потеряет смысл. Ученые знают как минимум пять способов, которыми может погибнуть все сущее. Готовы узнать, какой из них самый жуткий и красивый? Тогда присаживайтесь поудобнее. Представьте себе огромную чашку с только что заваренным чаем. Сначала она горячая, пар идет столбом, но постепенно остывает, пока не сравняется с комнатной температурой. Вот именно так только в гигантских масштабах будет умирать наша Вселенная. Этот процесс ученые называют тепловой смертью или большим охлаждением. И это один из самых вероятных сценариев конца всего сущего. Все дело в том, что Вселенная, как и ваш чай, стремится к состоянию равновесия. Сейчас у нас есть горячие звезды и холодный космос, но со временем это различие сгладится. Энергия распределится равномерно, как сахар, полностью растворившийся в воде. Звезды, эти гигантские космические батарейки, одна за другой исчерпают свое топливо. Сначала погаснут массивные голубые гиганты, потом солнцеподобные звезды, и, наконец, через сотни триллионов лет потухнут даже самые живучие красные карлики. После этого Вселенная погрузится во тьму. Галактики, когда-то сиявшие миллиардами звезд, превратятся в кладбище из черных дыр, нейтронных звезд и холодных планет. Но и это не конец истории. Даже черные дыры, эти ненасытные пожиратели материи, со временем испарятся благодаря излучению Хокинга. Этот процесс займет невообразимо долгое время, число сотни нулей, но в конечном итоге и они исчезнут. Что останется? Горстка элементарных частиц, разбросанных по необъятным просторам, бесконечно расширяющейся Вселенной. Температура повсюду будет стремиться к абсолютному нулю. Минус 273 градуса по Цельсию. Холоднее, чем в самой мощной морозильной камере. В такой Вселенной не останется источников энергии. Не будет перепадов температуры, не произойдет ничего интересного. Это будет настоящий конец времени, ведь для измерения времени нужны изменения, а изменяться будет уже нечему. Интересно, что этот сценарий напрямую следует из второго закона термодинамики, который гласит, что энтропия или мера беспорядка во Вселенной может только увеличиваться. Когда Вселенная достигнет состояния максимальной энтропии, все процессы остановятся. Никаких новых звезд, никаких галактик, никакой жизни. Только бесконечная, равномерно распределенная энергия, слишком рассеянная, чтобы что-то сделать. Но не стоит слишком переживать по этому поводу. Все эти процессы растянутся на временные масштабы, которые человеческий мозг просто не в состоянии осознать. У нас впереди еще триллионы лет относительно комфортного существования. Да и кто знает, может быть, к тому времени наши далекие потомки найдут способ перехитрить законы физики или перебраться в другую Вселенную. Да и тепловая смерть не единственный возможный конец, а лишь один из нескольких сценариев, о которых мы поговорим в следующих главах. Представьте, что вы держите в руках жевательную резинку. Сначала она тянется аккуратно, потом становится тоньше, и вот бам! рвется, оставляя липкие следы на пальцах. Теперь умножьте это в триллионы раз, и вы поймете, что такое большой разрыв, самый зрелищный конец Вселенной, который только можно придумать. Все началось с удивительного открытия, которое сделали астрономы в конце 90-х. Оказалось, что галактики разбегаются не просто так, а с ускорением, будто кто-то невидимый дует в паруса Вселенной. Этого невидимого ветра ученые назвали темной энергией. Она ведет себя как самый вредный хулиган в классе. Чем больше пространство расширяется, тем сильнее темная энергия его расталкивает. Если этот процесс продолжится, через несколько десятков миллиардов лет нас ждет настоящее космическое шоу. Сначала пропадут далекие галактики. Не потому, что исчезнут, а потому, что пространство между нами и ими будет растягиваться быстрее скорости света. Потом начнет разваливаться наша галактика Млечный Путь, звезды разлетятся в разные стороны, как конфетти на новогодние вечеринки. Но самое страшное начнется в последние моменты. Представьте, что все силы природы вдруг решили уволиться. Сначала гравитация, и звезды разлетаются в разные стороны. Потом электромагнетизм, и атомы теряют свои электроны. В конце концов, даже атомные ядра не выдерживают. Протоны и нейтроны разваливаются на кварке. Это как если бы разобрали ваш телефон сначала на детали, потом на микросхемы, а в конце на отдельные атомы. Почему это называется разрывом? Потому что само пространство-время растягивается слишком быстро. Как будто вы рисуете две точки на воздушном шарике, а потом надуваете его насосом так быстро, что резина не выдерживает. Только в случае вселенной резины является сама ткань реальности. Когда это может случиться? По самым жутким прогнозам, через 50 миллиардов лет. Это в три с половиной раза больше, чем возраст вселенной сейчас. Но есть и хорошие новости. За несколько месяцев до конца мы точно будем знать, что нас ждет. Правда, радоваться будет нечему. За час до финала разорвет солнечную систему, за минуту — Землю, а за секунду до конца — ваше тело. Но не спешите прятаться в бункер. Возможно, темная энергия со временем ослабнет или вообще исчезнет. А пока наслаждайтесь тем, что ваши молекулы еще держатся вместе, звезды светят, а вселенная остается целой и невредимой. Вы надуваете воздушный шарик, а потом вдруг отпускаете. Он с шумом сдувается, мечется по комнате и в итоге жалко повисает тряпочкой. Теперь вообразите, что вместо шарика вся наша вселенная и вместо ваших рук неумолимая сила гравитации. Вот вам и большое сжатие — это сценарий, при котором вселенная вдруг передумает расширяться и решит собрать все свои вещи обратно в сингулярность. Все началось с простого вопроса. А что, если темная энергия вдруг возьмет и закончится? Или гравитация окажется сильнее, чем мы думали? Тогда расширение вселенной постепенно замедлится, остановится и бац, пойдет в обратную сторону. Галактики, которые сейчас разбегаются, вдруг подтянутся друг к другу, как железные опилки к магниту. Сначала это будет выглядеть даже красиво. Ночное небо станет гораздо ярче, потому что галактики начнут сталкиваться и сливаться. Правда, радоваться будет некогда. Через несколько миллиардов лет после начала сжатия температура Вселенной начнет расти. Сначала незаметно, потом все быстрее, как в духовке, которую кто-то постепенно прибавляет. В последние моменты перед концом произойдет следующее. Звезды начнут сталкиваться так часто, что ночное небо будет ярче дневного. Температура поднимется до миллионов градусов. Никакие планеты не уцелеют. Атомы начнут распадаться под чудовищным давлением. Вся материя Вселенной сожмется в точку размером меньшей булавочной головки. Это будет полная противоположность большому взрыву. Ученые называют это большим хрустом. И да, это единственный сценарий, где у Вселенной в прямом смысле не останется ни одного свободного электрона. Почему это называется сжатием? Потому что пространство будет уменьшаться со всех сторон сразу. Представьте, что вы в лифте с зеркальными стенами. Чем ближе стены, тем больше отражений вы видите. Только в случае Вселенной стены будут сжиматься со всех сторон одновременно. И вместо отражений будут сталкивающиеся галактики. Когда это может случиться? Если и случится, то очень не скоро. Через сотни миллиардов лет. Но есть один занятный момент. Если большое сжатие действительно начнется, время для наблюдателей внутри Вселенной будет как бы ускоряться. Последние миллионы лет пролетят как минуты, последние секунды как мгновения. Но не спешите записываться в космические пессимисты. Возможно, этого никогда не произойдет. Современные данные показывают, что расширение Вселенной скорее ускоряется, чем замедляется. Так что пока можно спать спокойно, ваши атомы останутся на своих местах. Галактики продолжат разбегаться, а Вселенная пока не собирается сворачивать лавочку. Хотя, если вдруг ночью вы заметите, что звезды стали как-то ярче обычного, может, стоит начать беспокоиться? В любом случае, об этом мы узнаем очень нескоро. А пока наслаждайтесь простором нашей расширяющейся Вселенной. Вот вы живете в уютном деревянном домике, построенном на склоне вулкана. Каждый день вы пьете чай, любуясь видом из окна, даже не подозревая, что фундамент вашего дома — это тонкая корка над бурлящей магмой. Вот именно так существует наша Вселенная в состоянии ложного вакуума. Вроде бы стабильно, но в любой момент все может полететь в тартарары. Суть в том, что наша реальность, возможно, не самая устойчивая версия мироздания. Физики считают, что могут существовать более надежные состояния вакуума, где законы физики работают иначе. И если где-то в глубинах космоса произойдет квантовая флуктуация, это когда частицы внезапно появляются из пустоты, спасибо квантовой механике, может начаться катастрофа космического масштаба. Процесс будет развиваться стремительно. В случайной точке пространства возникнет микроскопический пузырь нового вакуума, размером меньше атома. Но этот крошечный пузырь начнет расширяться со скоростью света, безжалостно переписывая законы физики на своем пути. Внутри него материя будет вести себя совершенно по-новому. Электроны могут стать тяжелее протонов, гравитация может исчезнуть совсем. Или появятся силы, о которых мы даже не подозреваем. Граница этого пузыря будет подобна стенке апокалипсиса. Все, чего она коснется, мгновенно прекратит существовать в привычном нам виде. Звезды, планеты, да что там, сами атомы распадутся и соберутся заново по новым правилам. И самое страшное, мы не получим никакого предупреждения. Одна миллисекунда, вы спокойно смотрите видео на YouTube, следующее, и ваши глаза уже не смогут воспринимать свет, потому что фотоны будут вести себя совершенно иначе. Почему ученые называют наше состояние ложным вакуумом? Потому что мы можем находиться в своеобразной энергетической яме, как шарик, застрявший на небольшом выступе скалы. Вроде бы устойчиво, но достаточно небольшого толчка, и он сорвется вниз к более стабильному состоянию. Только в нашем случае шарик — это вся наша реальность, а низца — совершенно иная физика, где может быть невозможно существование знакомой нам материи. Когда это может произойти? Теоретически вот то в любой момент. Но не спешите паниковать. Вероятность крайне мала. Гораздо меньше шансов выиграть джекпот в лотерею 10 раз подряд. Хотя, как говорится, кто-то же должен стать тем самым счастливчиком, на чьих глазах перезагрузится сама реальность. Интересно, что этот сценарий напоминает компьютерную игру, где внезапно меняются все правила. Только в отличие от игры здесь не будет возможности перезапустить уровень. Если вакуумный распад начнется, процесс станет необратимым. Новая версия реальности будет распространяться во все стороны со скоростью света, не оставляя шансов на спасение. Но есть и хорошие новости. Возможно, наш вакуум уже является самым стабильным состоянием и беспокоиться не о чем. Даже если это не так, процесс может занять невообразимо долгое время — триллионы триллионов лет. К тому моменту человечество либо давно исчезнет, либо, если доживет, придумает, как обнаружить угрозу заранее или даже предотвратить ее. Так что пока можно спать спокойно. Ваши атомы остаются на своих местах. Законы физики продолжают работать, а вакуум не собирается играть с нами в злую шутку. Но если вдруг завтра вы проснетесь и обнаружите, что вода вдруг стала густой, как мед, а звезды на небе ведут себя странно, возможно, стоит начать писать мемуары. Вдруг они переживут перезагрузку реальности. У вас было такое, что вы смотрите на последний угольек в угасающем костре. Он уже не греет, лишь изредка вспыхивает крошечными искорками, пока окончательно не превратится в холодную золу. Представим, что вместо костра — наша Вселенная, а вместо угольков — последние остатки материи и энергии. Это и есть квантовая смерть. Самый медленный, тихий и тоскливый конец из всех возможных. Начнем с того, что даже в самой пустой области космоса постоянно происходит странная вещь — рождаются и исчезают пары частиц. Это как если бы в абсолютно пустой комнате вдруг появлялись и тут же пропадали пылинки. Физики называют это квантовыми флуктуациями вакуума. Но со временем и эти последние проявления активности угаснут. Давайте проследим, как именно это будет происходить. Сначала исчезнут все звезды. Даже самые долгоживущие красные карлики потухнут через триллионы лет. Затем начнут распадаться оставшиеся планеты и астероиды. Их просто разорвет на части расширяющееся пространство. Черные дыры — эти последние консервные банки Вселенной — испарятся благодаря излучению Хокинга. Этот процесс займет невероятно долгое время. Представьте число сотней нулей. Вот примерно столько лет потребуется. Что останется в конце? Горстка элементарных частиц, разбросанных на таких расстояниях, что они никогда не смогут взаимодействовать друг с другом. Фотоны, растянутые до невероятных длин волн. И квантовая пена — мельчайшие пузырьки пространства-времени, постоянно меняющие свою структуру. Температура во всей Вселенной сравняется с абсолютным нулем. Минус 273 градуса по Цельсию. Холоднее, чем в самых морозных уголках нашей галактики. Почему это называют квантовой смертью? Потому что в такой Вселенной не останется ничего, что могло бы измениться или произойти. Время потеряет смысл, ведь для его измерения нужны какие-то события. А событий больше не будет. Это как если бы все часы в мире остановились, и не осталось никого, кто мог бы их завести. Когда это случится? Настолько далеко в будущем, что все цифры теряют смысл. Если бы вы начали отсчитывать секунды до этого момента прямо сейчас, вам не хватило бы всей жизни Вселенной, чтобы досчитать даже до миллиардной доли процента. Но есть и хорошие новости. К тому времени человечество либо научится существовать в таких условиях, либо исчезнет. Самое удивительное в этом сценарии — полное отсутствие драмы. Ни взрывов, ни разрывов, ни громких эффектов. Просто медленное, неуклонное угасание всего, что когда-либо существовало. Вселенная тихо выключит свет и уйдет, не оставив даже записки. Извините, мы закрываемся. Но не стоит грустить. У нас впереди еще триллионы лет. И кто знает, может быть, наши далекие потомки найдут способ перехитрить даже квантовую смерть. В конце концов, если мы смогли понять эти сложные вещи, значит, и с их последствиями сможем справиться. А пока давайте ценить тот факт, что мы живем в золотую эпоху, когда Вселенная еще полна энергии, движения и жизни. Мы прошли весь путь от Большого Взрыва до Квантовой Смерти. Страшно, интересно и немного грустно. Но хорошая новость в том, что у человечества еще есть много времени, чтобы найти способ спастись или создать новую Вселенную. Если вам понравилось это путешествие в будущее, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще много удивительных тем о космосе, науке и загадках мироздания. А каким концом Вселенной вы впечатлились больше всего? Пишите в комментариях, обсудим. И не забудьте поделиться роликом с друзьями. Пусть и они задумаются о вечном. До новых встреч в бескрайних просторах науки.